Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Кравцев Сергей, и сегодня хотелось бы поговорить вот о чем. Поговорить сначала о детских прививках и потом немножечко озвучить ситуацию по вакцинации ковидной, да. Интерес снова на фоне вакцинации возрастает и к прививкам, и ко всему, очень активно это в социуме обсуждается, и очень много появляется вопросов, все хотят слышать мое мнение на этот счет, да, мои пациенты, немножечко вы здесь затронули эту тему, я видел в инстаграме, кто-то там затрагивал, ну, то есть, я так понимаю, на ютубе эта тема только назревает, по крайней мере, в моем канале, но я думаю, что рано или поздно меня спросят, а, соответственно, как бы для моих пациентов это будет очень актуально, они уже высказывали желание узнать, но не могу на консультации, так скажем, тратить время на общепознавательную информацию, поэтому это видео я снимаю для всех, кому интересна данная тема. В общем, давайте не будем тянуть с долгим вступлением, суть в чем? Суть в том, что сначала хотелось бы обсудить ситуацию с, соответственно, прививками в целом. Все мы знаем, что нам, когда мы рождаемся, тут же там начинают делать всякие разные страшные уколы, вот, и многие, ну, верят в то, что эти уколы наносят какой-то ущерб организму, что есть тайные заговоры врачей или политиков о том, что бы вот делали эти страшные прививки, уколы какие-то, лекарства. Ну, давайте для начала вспомним, что же ребенку примерно до 7 лет должны сделать из прививок. Главным образом это будут прививки от различных гепатитов, полиомиелита, дифтерии, коклюша и столбняка, еще, кажется, гемофильные инфекции и полиомиелит я назвал. Ну, в общем, вот как-то так. Но, насколько мне вспоминается, вообще, детьми и вопросом новорожденных я, конечно же, не занимаюсь, но, тем не менее, насколько мне помнится, в основном, конечно, если мы посмотрим на этот список, там будут гепатиты различных видов. И, ну, вы понимаете, что это заболевание достаточно серьезное. И если ребенок, который относительно находится у нас в норме, целый, здоровый организм, новорожденного, да, он, соответственно, инфицируется гепатитом, мы потеряем в первую очередь сильный генотип, достаточно хороший генотип, да, человека какого-то, который бы мог жить, возможно, сделать очень много полезного для социума. И, соответственно, самое главное, мы, ну, как сказать, если он столкнется с этой инфекцией, мы совершенно, так скажем, незаслуженно теряем этот геном, да, нормальный. Сейчас не в моральные аспекты не удаляясь, да, вот чисто так рассуждая, то есть очень важна генетическая выборка. Здесь вопрос генетической выборки. И бывает такое, что рождаются очень слабенькие дети. Ну, мамы еще не знают, бывают разные аномалии, там, различные развития. Дети бывают, рождаются без внутренних органов или еще с какими-то патологиями, да, бывают генетические различные патологии. И когда ребенок рождается без ручки, без ножки, без внутренних органов, конечно, это легко отследить, это легко понять, их находят и так далее. Но бывают более скрытые заболевания, более скрытые заболевания, которые не так легко выявить, как хотелось бы, да. И таким образом получается, что вот этот ребенок, он рождается, вы еще не знаете, что он как будто бы, да, вот без руки, без ноги. Но не вдаваясь в медицинские подробности, у него есть такие генетические нарушения. Нарушение это гомеостаза, да, или там он, мама курила, пила, что-то такое делала, вот что этому повлекло, да, нарушение гомеостаза. Потому что, конечно, очень много зависит, гомеостаз родившегося ребенка зависит от того вот гомеостаза беременной матери, соответственно, в котором он находился. И в чем суть? Ему делают прививку, он от этой прививки умирает. И мама, у которой умер такой ребенок, будет в интернете всем писать, что это страшный заговор врачей, политиков, еще кого-то, что у нее умер от прививки ребенок, и теперь никому не надо делать эту прививку. Это такая ошибка выжившего, да, загуглите, кому интересно. То есть, здесь не, соответственно, не важен, так скажем, ее личностный опыт. Важен опыт врачей, ученых, кто эти прививки, да, придумал вообще делать. И, ну, не буду вам рассказывать, мне кажется, мамы, возможно, у меня будут много смотреть. И вы прекрасно гуглили и знаете механизм действия прививок. Что они достаточно безопасны, и что их делали вам, и большая часть людей от них выживает. И, конечно, не хочется. Конечно, это печально, когда мы гибнут, даже, так скажем, новорожденные дети. Это все плохо, не здорово. Но, тем не менее, будет хуже, если мы подобный опыт вообще отменим. То есть, если мы совсем отменим прививки, рост смертности у нас очень сильно увеличится от всех тех инфекций, в общем-то, которые я уже перечислил. Поэтому, дорогие друзья, есть один ответ на это, как этого избежать, как избежать детской смертности, он абсолютно теоретический. И, конечно, часть у нас врачи, так скажем, в роддомах, там все это везде делается. Поэтому ведется, наблюдается мама в момент беременности. Очень много этому уделяется, да, внимания. Если мы посмотрим на препараты, на которых пишут отдельно, да, можно там как будут влиять на беременных или не будут и так далее. То есть, это все зачатки так называемого привитивного подхода, да, то есть, предупреждения каких-либо событий негативных на здоровье человека, на гомеостаз человека, да, влияние тех или иных препаратов на гомеостаз беременной матери. Поэтому, соответственно, мы постоянно предупреждаем вас о том, чтобы вы не пили какие-то препараты, вы не пили алкоголь, вы вели здоровый образ жизни. И поэтому мы, как врачи, когда вы приходите к нам постоянно, неважно, беременные, не беременные, может быть, вы хотите завести детей, может быть, вы подразумеваете, что у вас в будущем будут дети, да, мы говорим, нам нужна кровь. Вы говорите, у меня болит нога, рука, печень, что-то там еще. Что? Зачем мне кровь? Вы мне дайте чудо-таблетку. Или я хочу вот понять, можно мне сейчас снова повторить курс таблеток? Вообще-то они мне помогали. Вот у меня был такой случай. Можно мне пропить таблетки, доктор? Я вот пришла просто убедиться своим посоветоваться, пить или не пить. Вот мне таблетки помогали. Не буду там называть, какие, что и как. Я говорю, ну, сдайте кровь, мне нужно посмотреть вашу кровь. Я не хочу кровь, это долго, нудная и так далее. Пациентка пишет недавно, ну, не пациентка, там, знакомая, пробила ей голову какая-то, ваза на голову упала. Сергей, можно мне это, вот мне швы наложили, красить голову или нельзя? Ну, уже прошло, там, сколько там, 20 дней уже прошло. Ну, я не знаю, можно красить голову или нельзя? Откуда? Я же не осматривал. Откуда я могу знать, можно красить голову или нет? Я даже человека не вижу, просто человек пишет там сообщение. Вот точно так же вы поступаете, когда без крови, соответственно, ну, это я так отвлекся, конечно, больная тема. В общем, когда вы без крови пытаетесь понять какой-то процесс в организме. То есть, кровь существует, анализы крови существуют для того, чтобы понять, какое сейчас у вас состояние, какое гомеостаза, и после этого можно уже разговаривать предметно о решении, ну, о лечении, решении тех или иных вопросов и так далее. То есть, всё упирается в анализы крови. Без анализов крови это превращается, ну, по крайней мере, если речь идёт о гомеостазе, это превращается разговор в какое-то калдунство, то же самое, соответственно, если, по идее, мы решили сделать прививку новорождённому, ну, понятно, что очень сложно, там, брать у него, там, сначала кровь, всё это исследовать, почему сложно, ну, есть некоторые, там, европейские протоколы, когда делают и так далее, но организм новый, абсолютно только что родившийся. Ну, то, что можно учесть, я думаю, что большую часть и так учли врачи, и, так скажем, тут же те вещи, которые положено делать, да, нельзя его год сначала наблюдать без прививок, потом начать ему делать прививки. Есть прививки, которые, соответственно, нужно сделать до года ребёнку, и, соответственно, их нужно сделать тогда, когда нужно, как бы это ни звучало, да, так немножечко туртологично. Поэтому, соответственно, для большинства детей действительно это подходит. Для условно здоровых детей такая схема, она подходит. Да, какую-то часть детей мы теряем, но, дорогие друзья, понимаете, медицина, она всё-таки рассчитана пока ещё на лечение условно здоровых людей, родившихся условно здоровых, когда идут вырождённые заболевания. Это всё-таки уже, как вам сказать, это уже очень сильно здесь намешана генетика, а все эти генетические вещи сейчас очень плохо проходят. Может быть, их где-то в закрытой информации изучают, но в том плане, что генетика, она, соответственно, ну, запрещена, да, запрещен вмешательство в геном. Поэтому вы должны смириться с тем, что какая-то часть деток, конечно, рождается больными и так далее. И раз они уже родились больными, ну, ничего невозможно сделать. И если не эта прививка его убьёт, то его убьёт там настоящий вирус гепатита, да. Поэтому, к сожалению, это такое бывает. А что касательно коронавируса, те, кто, соответственно, будет интересно, кто хотел услышать по коронавирусу ситуацию, вредно, не вредно делать, не делать и так далее. Привитивный подход тот же самый здесь работает. Только если в случае, когда мы говорим о прививках новорождённых, привитивный подход работает со стороны матери, и единственное, что мы можем сделать, это мать, да, нашу роженицу, максимально ухаживать за ней, выстраивать её гомеостаз, то насколько это возможно, чтобы она, в ней формировался здоровый плод, здоровый ребёнок. И, соответственно, проблем было как можно меньше в последующем. То, соответственно, здесь, если мы берём человека, который заболел любого возраста абсолютно, который заболел коронавирусом, или болел коронавирусом, или, соответственно, будет болеть коронавирусом, так скажем, или собрался делать от него прививку. Данных по прививке у меня нет чётких. Я не буду сейчас рассуждать на то, насколько она эффективна или неэффективна. Если вы знаете вообще, ну, то есть, у вас есть какие-то мысли, выскажите мне по поводу эффективности, неэффективности этих прививок, потому что пока нет клинического опыта, я не люблю это обсуждать. У меня есть коллеги, друзья, кто работает в красной зоне. Когда они мне дадут свой клинический опыт, когда они увидят, появятся эти пациенты привитые уже, допустим, вторично заболевшие, можно будет что-то говорить. Вдруг они будут всё равно легче переносить или тяжелее вирус. Ну, то есть, всё равно множество аспектов нужно обсуждать. Не думаю, что я и так, видите, долго говорю, нужно обсудить именно это. Что нужно обсудить? Главное, вы должны быть готовы к этой прививке в любом случае, да. Это нечто новое, это будет в любом случае стресс для организма. И нужно сдать множество анализов крови и просто поправить ваш гомеостаз. То есть, убедиться в том, что у вас, ну, в норме, ваш гормональный уровень в норме, потому что низкий гормональный уровень, да, низкая гормональная активность, а это часто очень с возрастом приходит, после 30-40 лет гормональная активность начинает падать. То есть, соответственно, иммунная система от этого тоже проседает. Ну, и в целом там разные микроэлементы от желез до всяких витамин, и магниев, и кальциев, и того же Д3. Ну, понимаете, вот всё-всё-всё вместе нужно проверять. И о том, как это делать, это нужно подходить индивидуально к человеку, посмотрев сначала там общий анализ, ну, и ещё там парочку. Я вот как эндокринолог люблю там щитовидную смотреть, индекс хомы. Дальше просто уже вот основываясь на этом, можно делать какие-то небольшие выводы, так как люди ко мне приходят, у них нет там кучи денег, чтобы сдавать всё подряд. Я вот смотрю индекс хомы, смотрю гормоны, ну, андрогены, опять же, если даже человек ни на что не жалуется, есть возможность, я смотрю андрогены. И дальше уже можно просто более точно сказать, вот что мы тебе ещё посмотрим, помимо вот этих вещей. Ну, там общий анализ крови, общий анализ мочи. И вот после этого мы уже более тезисно там смотрим, соответственно, его проблемки какие-то, выявляем их, всё это дело нормализуем. Так скажем, как помните, старые велосипеды, везде подкрутили гаечки, и он снова едет. И вот мы также подкрутили гаечки, и вы снова здоровы. И вот только после этого делать какие-либо прививки, вмешательства в гомеостаз. Ну, вот так вот я вижу, так вот я вижу, соответственно, на сегодняшний день. То же самое касается детей, то же самое касается предоперационных каких-то периодов, которые не срочно показаны операцией. То есть гомеостаз у нас должен быть в норме, чтобы, соответственно, справиться с любым предстоящим стрессом. С вами был Кравцев Сергей. Спасибо, что смотрите меня. Я думаю, что у многих появятся вопросы. Не стесняйтесь задавать их в комментариях. Можете записываться ко мне на консультации, кому интересно. Консультация пока ещё в 2020 году стоит 1000 рублей. И, соответственно, что ещё? Ну, и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!